Всем привет! Вообще в Казахстане можно свободно находиться месяц вообще без всяких проблем. А вот больше можно находиться три месяца. Для этого необходимо подать уведомление. Собственно, квартиры или гостиницы нужно подать уведомление о том, что вы останавливаетесь у него. А вот после трех месяцев здесь уже проблема. Либо получать временный вид на жительство, либо выезжать за территорию страны и потом въезжать. Итак, существует некоторое разногласие в трактовке законов, есть ли такой мизоран, работает он или нет. Сегодня я съезжу в Кыргызстан и заеду обратно. Некоторые нюансы по поводу всего этого еще поясню в конце видео. Доехать до Кыргызстана из Алматы, недалеко, здесь около 200 километров. Но самый дорогой способ это самолет, самый дешевый способ это общественный транспорт. Я поеду на автобусе. Это вокзал Сайран, с него я поеду в Бишкек на визоран. С автовокзала Сайран отправляюсь на границу с Кыргызстаном. Именно с вокзала Сайран рейсовый автобус ходит. Две с половиной тысячи деньги до Бишкека можно доехать. Но я до Бишкека не поеду, до границы поеду только. Прибыли мы на погранпереход Кардай. Три с половиной часа ехали. Сейчас дождик идет, неудобно снимать. Все обычно пусть длится чуть-чуть покороче, но нынче дорога ремонтируется. Поэтому сейчас мы будем проходить пешком в границу. Автобус мне больше не нужен. Ну, в самом переходе снимать нельзя, поэтому отключаюсь. Казахскую прошел. Был только один вопрос задан. Не водитель ли я? Откуда приехал? И все. Дальше иду на киргизскую сторону. Душую, душую, трекачу, душую. От дождей поднялась вода. Киргизия впустила нормально. Лишних слов не спросила. Но почему-то не поставили штамп. Мне это немножко напрягло. Но в любом случае я могу обратно попасть в Казахстан по российскому паспорту. Уже обычному. Поэтому сейчас погуляю немножечко. Хотя под дождем гулять не очень здорово. Да и вернусь обратно. Надеюсь, все будет нормально у меня. Со стороны Кыргызстана достаточно большая очередь. Машины стоят длинной вереницей. Здесь, как всегда, торговцы. Разной фигней, таксисты. И все такое, что обычно бывает в Кыргызстане. Немножко погуляюсь по территории. Отбиваюсь от предложения разных услуг. И повернусь обратно. Нет, не надо. При других обстоятельствах прогулял бы по Бишкеку хотя бы. Но не сейчас. Сейчас некогда просто. Просто нужно вернуться обратно. 15 минут я погулял. Промок. И вот теперь иду в обратную сторону. Кыргызстанская сторона проведена удачно. Поставили печать. Вот столовная какая-то у них система. Ну ладно. Лишь бы сейчас казахи пустили нормально. В общем-то оснований для отказа у них нет. Ну, всякое бывает. Таксисты надеюсь на улицы. Ну, Казахстан тоже проведена удачно. Спросили только, чего, откуда, куда. Ну, я сказал, что ездил в бумаге подписать. Все, Казахстан вновь меня принимает. Теперь нужно найти маршрутку. Маршрутка меня прямо-таки ждала. За Д-500. Я думаю, сейчас дополнится быстро. И поедем в Далматы. Ну, вот, в общем-то я съездил. 7,5 часов заняло у меня все. Путешествие от вокзала до вокзала. 15-20 минут, которые я гулял, можно было не гулять. Можно было сразу возвращаться. Ну, я немножко просто прогулялся по территории моего любимого Кыргызстана. Значит, таксисты будут немножечко подороже. Ну, где-то, я знаю, что можно доехать туда-сюда за 8 тысяч. Ну, я вот выбрал автобусы, газель, маршрутку. И нисколько не жалею. Нормально все, можно ездить. Это достаточно комфортно и беспроблемно. И еще нюансы. 22 ноября законодатели казахские должны собраться и решить вопрос с этими визоранами. Имеют ли они место быть? Можно ли их делать или нет? Сейчас уже 23 число. Я записываю. И что-то они там приняли. Но мы еще не знаем, что. В любом случае, закон, новый закон, который они приняли, вступит в силу где-то в конце декабря-января, скорее всего. Поэтому до этого времени можно попробовать воспользоваться возможностью такого визорана. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Задавайте вопросы. Может быть, я о чем-то забыл рассказать. В комментариях задавайте вопросы, я вам обязательно отвечу. Я пока в Алматы, но недолго. Поэтому я и сделал визоран, потому что в дальнейшем мне трудно будет выбраться вообще куда-то в другое место. Но об этом позже в дальнейших репортажах. Всем спасибо. До встречи.